Рав, как тщеславие, не зависть, а именно тщеславие и не страсти выводят человека из... Как страсти, извиняюсь, выводят из мира? Она показывает человеку, насколько он погружен и насколько это против духовной цели. Можно продолжить? Не очень понятно. У человека пробуждаются земные страсти, земные желания. Как они помогают ему продвигаться к духовному? Что он стремится к материальным страстям, еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Это не то, что мы чувствуем в этом мире. Это гораздо больше. Потому что, насколько человек продвигается в духовном, у него есть в этих страстях также гораздо больший вкус, чем у обычных людей. И он обязан справляться с этими страстями. И здесь вопрос борьбы, как он строит свою связь с духовным и с материальным. Насколько он организует себя, чтобы больше, больше, больше отрываться от материальных страстей, для того, чтобы все-таки быть связанным с духовным продвижением. Это с помощью связи в группе. Ну, что мне тут можно сказать? Это понятно? Дуди. Да, человек в состоянии справиться с этими сильными материальными страстями? Человек не способен. Это все приходит благодаря молитве. Благодаря просьбе человек не способен ни на что. А все дело в том, что он в этом все больше и больше становится слитым с Творцом, чтобы он помог ему, спас его даже от самых низких и маленьких страстей презренных. И как бы, что он никогда не думал, что это увлечет его и свяжет его с материальным. Когда человек захватывает такое сильное-сильное желание, пусть оно будет презренным, какое угодно, что ему делать в эту секунду? Только молиться. Нет больше ничего. Написано со дня, когда был разрушен храм. Все материальные страсти, они как раз остались у работников Творца. Именно тот, кто стремится к духовному. У него есть на пути такие желания и мысли, соблазны, которых нет у обычных людей. Желаемое состояние, чтобы Творец его уберег, чтобы он не падал в такие состояния? Еще раз, держи микрофон, как следует. Еще раз, извиняюсь. Желаемое состояние, чтобы Творец избавил его, чтобы он не падал в такие материальные состояния? Нежелаемое состояние, необходимое состояние, иначе человек не будет продвигаться. На пути к Лешма помехи усиливается все больше? Да, конечно. Каждый, кто больше своего товарища, за начало больше него.